Это Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50. Два смартфона совершенно новых, которые призваны бороться с наводнением из китайского рынка. Совершенно два новых телефона, но с узнаваемым дизайном. И как-то так получилось, что Galaxy A50 старшая модель. Лично, как по мне, по субъективному мнению, выглядит не так приятно, как Galaxy A30. По цветам Galaxy A30 есть голубой, есть белый из того, что прямо здесь на стенде. Возможно, в продаже будут какие-то еще варианты. А Galaxy A50 только в таком темно-темно-синим цвете. И здесь, насколько я правильно понял, сканер отпечатков прямо под экраном находится. Вот где-то вот здесь. Да, здесь находится сканер отпечатков, потому что в этой модели сканер находится прямо сзади. Какой именно здесь сканер ультразвуковой или оптический, я точно не знаю. От этого будет зависеть точность распознавания и насколько он, в принципе, сам по себе безопасен. Работают прямо со старта на новой операционной системе Android 9.0 с новой фирменной оболочкой Samsung One UI. Несмотря на разницу в цене, смартфоны, как по мне, работают одинаково быстро и приятно. Здесь придраться пока что не могу, но это не полный обзор. Galaxy Tab S5e, супертонкие рамки, 5,5 мм толщина и полностью металлический красивый корпус. Вот эти вот пластиковые вставки, они отделяют антенны для того, чтобы Wi-Fi работал и симка, которую сюда можно вставить. И, насколько я правильно понял, звонить прямо с этого телефона. С телефона, говорю, прямо с этого планшета, потому что здесь же есть и кнопочка, вот-вот-вот, чтобы можно было звонить. Но мне почему-то предлагают залогиниться в Samsung аккаунт и, видимо, только после этого можно заняться этим. Четыре динамика с двух сторон, сделаны они при поддержке компании AKG. И сканер отпечатков, расположенный в ребре. Это должно быть очень удобно, ну, просто потому что сканер нигде не пришлось располагать ни сзади, ни впереди. Но, все-таки, под экраном можно было бы уже и сделать сканер, потому что в Galaxy S10 это сделали очень удачно и красиво. Планшет тоже работает на новой версии Android 9.0 с фирменной оболочкой One UI. И эта оболочка растянута на большее разрешение и большую диагональ. Вроде бы выглядит так же, как на смартфонах, но просто большее расстояние между элементами. Однако, все так же оптимизировано на управление одной рукой, которая будет расположена ближе к низу устройства. Это было видео с ежегодного форума Samsung, который в этом году проходил в Анталии. И, ну, мне понравились новые смартфоны, и осталось только дождаться какой-то мелочи. Это, например, цены и когда они появятся в продаже, потому что это неизвестно все еще. А вы ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео с нашего канала. Меня зовут Руди, увидимся в следующих наших видео. Пока!